Здравствуйте, дорогие читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает вам обзор новых книг, поступивших в нашу библиотеку, которые обязательно подарят вам заряд бодрости и вдохновения. Роман Люсин де Райли «Помната бабочек». Главная героиня романа, Паузи, живет в старинном доме. Она провела там прекрасное детство. Но годы идут, и теперь ей предстоит принять мучительное решение. Продать Адмирал Хаус и избавиться от всех связанных с ним воспоминаний. Но Адмирал Хаус – это история семьи длиной в целый век, история драматичной любви и ее печальных последствий, память о войне и ошибках нескольких поколений. Паузи колеблется, когда перед ней возникает самое желанное, но и опасное видение – Фредди, ее первая любовь, человек, который бросил ее с разбитым сердцем много лет назад. У него припасена для Паузи разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее детством, которая изменит все. Это могла быть идеальная свадьба, брызги шампанского, платье в цветочек, новая жизнь. В маленьком городке Южной Каролины все только и говорят о предстоящем торжестве. Подружки-невесты вовсю готовятся к праздничному обеду. Впереди финальная репетиция церемонии. До свадьбы Энни остались считанные дни. Это могла быть идеальная свадьба, но невеста исчезла. Это книга для тех, кто любит наблюдать, как раскрываются чужие секреты. Хизер Берч, сад надежды. Чарити Бакстер наследует дом с пышным тропическим садом на острове у берегов Флориды. Она не была там 20 лет, проведя всю юность в Нью-Йорке. Гончарное искусство и пришедший в запустение сад – вот ее увлечение. С детства ей тяжело общаться с людьми. Далтон Рейнольдс, ландшафтный архитектор, помогает Чарите с обустройством сада. Но сможет ли он помочь ей решить психологические проблемы? Или семейные тайны, опутавшие старинный дом, утянутых обоих на самое дно? Сара Джилл «Техые слова любви». В книге прописаны очень жизненные ситуации, мысли героинь. Автор пишет эмоционально, переживая за героев. Книга о страсти, боли, непонимании, радости, любви. Книга написана с теплом, нежностью, любовью. В процессе чтения сразу погружаешься в волшебную атмосферу героев. Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения письмо, где говорится, что она владеет уникальным даром – видеть любовь. Сначала Джейн принимает это за розыгрыш своего брата Флина, который таким образом пытается устроить ее личную жизнь. Однако череда удивительных событий заставляет Джейн поверить, что странное послание не шутка. И теперь она должна выполнить нелегкое задание – распознать шесть типов любви и описать каждый из них для потомков. Если Джейн не сделает это до следующего дня рождения, она никогда не сможет любить. Но вот беда, как ей почувствовать любовь в чужих сердцах, если она сама ее еще не испытывала. И, похоже, с каждым днем шансов у Джейн все меньше. Еще одна книга Сара Джо «Среди тысяч лиц». Кайли и Ран любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кейда, некогда успешного продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кейда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все больше. Слишком уж сильно она увлеклась своими странными фантазиями. Маша-травм, лишние дети. Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в 6-7 лет? Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону забора детского сада? И, главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети учатся не жить, а выживать? Если хочешь изменить свою жизнь, измениться сам. Отправляйся в путь. Увлекательный роман «Путешествие» от широко известной и любимой во всем мире британской писательницы Рэйчел Джойс. Однажды утром мисс Бенсон, школьная учительница, решает изменить свою жизнь и отправиться из послевоенного Лондона на другой конец света в поисках удивительного существа из книжки, которую в детстве ей показывал отец. Для этого задания ей нужна помощница. И на ее объявление в газете откликается самая неподходящая на эту роль кандидатка. Так две совершенно непохожие друг на друга женщины пересекут океан в поисках невероятного золотого калейдонского жука, не зная, что в пути найдут гораздо больше, чем искали. Жук мисс Бенсон – настоящий бальзам для души, над которым вы будете и плакать, и смеяться. А они оба шли по краю, а демоны следовали по пятам. Вероника видит призрака. Один из них – ее собственная мать. Но девушка совершенно не напугана. Она уверена, что пока мама рядом, с ней все будет хорошо. Ведь кто знает, что будет завтра. У Вероники опухоль мозга, из-за чего ее одолевают невыносимые мигрени. Сойер – один из самых популярных парней школы. А еще он отличный пловец. Правда, его увлечение давно превратилось в нездоровую тягу к адреналину, которую ему сложно контролировать. Возможно, именно это и связывает его с Вероникой. Благодаря случайным обстоятельствам Веронике Сойеру предстоит жить под одной крышей. Смогут ли они вместе победить демонов, которые их преследуют? Или привычное хождение по краю обернется для каждого в потере всего, даже собственной жизни? Гиом Мюссен – девушка из Бруклина. Рафаэль был уверен, что Анна – та женщина, с которой он готов прожить всю жизнь, деляя с ней горе и радость. Но один вечер за несколько недель до их свадьбы все перевернул. Не желая, чтобы между ними были какие-то тайны, Анна показала Рафаэлю фото, и увиденное буквально глушило его. Поняв это, Анна исчезла. Теперь Рафаэлю нужно во что бы то ни стало отыскать ее. Но для этого придется распутать целый клубок страшных событий и узнать, кто же Анна на самом деле и что с ней произошло много лет назад. Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается заблуждением. А то, что боимся потерять, оборачивается иллюзией. Для Ники, героини повести «Я тебя отпускаю» оказалось достаточно несколько дней, чтобы понять, жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. Сама она взяла себе правила, по которым живет. А Илья, без которого, казалось, не могла прожить и минуты, на самом деле далек от идеала. Она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее поступиться недалеко своего комфорта и спокойствия, и при этом делать несчастной не только ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И оказалось, что произнести слова «Я тебя отпускаю» гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о разрушенных замках, если это были замки из песка. Роман «Жан Харрис», написанный в 1999 году, рассказывает историю молодой матери-одиночки Виан Роше, которая приехала во французский городок, Ласкнет-Сутан, в начале поста с ее шестилетней дочерью Анук. Виан приехал открыть магазин сладостей «Небесный миндаль» на площади напротив церкви. Во время традиционного поста и самоотречения она мягко изменила жизнь селян, которые стали ее посещать, открывая для себя магию шоколада. Продолжение следует... Продолжение следует... Врачи...